С глубоким приветом, одоплавающие! С вами очередной, внеочередной выпуск агентства подводных новостей. С вами Гаврилин Олег и канал Апнеяпро. Почему этот выпуск внеочередной? Потому что мы продолжаем всем рассказывать и давать анонсы различных интересных интересностей, которые будут вас ожидать при посещении самого главного подводного события всех времен и народов, московского дайв-шоу, которое состоится у нас буквально через пару дней, а конкретно начнется 31 января и закончится 3 февраля, будет проходить в Сокольниках, в павильонах 4 и 4.1. Огромное количество будет и экспонентов, и посетителей, и всего интересного. Приходите, пожалуйста. А сейчас я попробую вам по-быстрому рассказать, ради чего стоит прийти. И если вы уже все равно пришли, то на что я бы вам рекомендовал обратить внимание. Поехали! Начнем с подводной охоты. Стенд B3-1. Компания Pelengas. Бренд, который за удивительно короткое время своими высокотехнологичными, конечно, ружьями завоевал огромную популярность. И сейчас как бы он так, ну, расширяет достаточно линейку. Появились у них ласты, костюмы и так далее. Но, тем не менее, Pelengas это ружьевый бренд, поэтому говорить мы будем о ружьях и об аксессуарах для ружей. Какого рода новинки можно будет в этом году увидеть? Ну, во-первых, новая катушка. Новая катушка Pelengas. Крайне миниатюрная. Вес порядка 90 грамм. Добыть фотографии мне не удалось. Хорошие люди прислали вот эти вот 3D-модели из Solidworks, очевидно. Поэтому я вам показываю тут пиратские съемочки, потому что оригиналы все будут уже конкретно на выставке. Итак, катушка Pelengas. Крайне компактная. Вес 90 грамм. Дискретный у нее фрикцион. Ну, прям крутанская походу катушка будет. И если вы охотитесь на водоемах с какой-то неогромной глубиной, потому что максимальная вместимость шкули 25 метров, то, в принципе, наверное, она будет хорошим каким-то выбором. Плюс охота в камышах, в каких-то корягах, завалах и так далее. И, так сказать, оппозит, другая страна пеленгаса, ружье. Да, странное ружье. Да, пневмат с карбоновым, внимание, ресивером. Плюс надо точно понимать, что это карбоновый ресивер, это не просто кусок трубы. Это конкретно изделие совершенно уникальной геометрии, где центр плавучести за счет изменения геометрии вот этого ресивера и придания ему формы Кэтлфиш Боун, как, господи, по-русски-то, кость каракатицы. Центр плавучести находится именно в надлежащем месте, там, где нужно. Вот. Ружье крайне маневренное, крайне интересное, прям с огромным интересом. Я жду, возможно, его взять в руки, потестить, как бы. Важный нюанс. Для этого ружья еще нет названия. Во время выставки компания Пеленгас будет проводить конкурс на лучшие названия. Подходите на стенд, узнавайте условия. Тот, чей вариант названия будет выбран, получит приз. Приз от Пеленгаса. Естественно, ружье Пеленгаса. Какое-то, не знаю. Приходите, спрашивайте. Поехали дальше. Фридайвинг. Фридайвинг – это тот сектор подводной индустрии, благодаря которому, конечно, все растет и развивается. Потому что люди во фридайвинг идут. Популярность фридайвинга растет с каждым днем. Больше спонсоров, больше рекламы, больше производителей, больше инструкторов, студентов, поездок и так далее. Фридайвинг – это то, что дает, короче говоря, радость. Стенд D2.1. Компания Туса. Да, это тот самый известнейший японский производитель гламурных масочек, трубочек разноцветных. Крайне высококачественных, но зачастую немного такого там странноватого вида. Почему, может быть, они очень популярны во всем мире, но как-то с легкой настороженностью относятся в России к продукции Туса. Вот, что я хотел сказать и на что хотел обратить ваше внимание. Компания Туса – бренд древний, давний, известнейший, мощнейший. И вот они проснулись от своего литургического сна, обратили внимание на то, что батюшки фридайвинг же оказывается, и сделали маску. Сделали прекрасную совершенно маску. Вот ее фотография у меня за спиной. Называется она UM29, очевидно, Underwater Mask, версия 29-ая. Есть у них всего два вида. Черный силикон, прозрачные стекла, черная рамка. И черный силикон, белая рамка, прозрачные стекла. Кто-то из вас, наверное, посмотрит и скажет, блин, какая крутая маска, малообъемничек. А те, кто такие из олскула, посмотрят и скажут, ребята, блин, да это же Криси Минима или Такур Бандит. Может быть, даже кто-то вспомнит, что был такой бренд. Вот тоже придумали мне. Ну, я могу сказать так, что достаточно в руки взять изделие, вот Криси и маску от Тусы, и все сомнения сразу отпадут. Поэтому, как бы, если есть хоть какая-то возможность выбрать Тусу, то, ну, я бы выбрал Тусу. Напоминаю, маска Туса UM29. Постараюсь, в принципе, из этой новинки несколько штучек я взять и притащить к себе на стенд B61 компании Apna Pro. Может быть, даже кто-то и успеет купить ее. Поехали дальше. Собственно говоря, переходим к стенду B16, о котором я вот только что с вами там упомянул. Это мой стенд, стенд компании Apna Pro, который представляет собой YouTube-канал, школу, меня, опять же. И, собственно говоря, что еще про вещи. Давайте поговорим про вещи. На этой выставке, на своем стенде я буду эксклюзивно представлять бренд Амерки Умберто Пелизари by Momodesign. Тотально фридайверский бренд. И буду там еще приобрадовать вас всякими разными ценами на всякие разные какие-то штуки. По поводу Умберто Пелизари, что я могу сказать? Во-первых, будут у меня новинки. Новинки какие? Это самая, наверное, лучшая фридайверская маска в мире с калеными стеклами, потому что туса у нее плексисол. Материал такой. Маска Умберто Пелизари M1. Теперь она будет доступна не только в черном свете, но и в белом, желтом и красном. Учитывая, что у Умберто Пелизари есть желтый груз-пояс и желтый лайнер, поэтому можно как-то там очень стильно нарядиться. Помимо вот этих новинок, что еще я могу сказать? Я могу сказать, что я сумел договориться и надеюсь, что я обрадую, прям реально обрадую вас колоссальными совершенно скидками на разные всякие фридайверские вещи. Типа, есть, например, такой продукт, как Ласт Умберто Пелизари F1. Продукт премиальный, продукт желанный. Цена запредельная. Но вот я цену понижу процентов, наверное, на 25. Поэтому приходите, смотрите. Сразу хочу сказать, что количество Ласт очень ограничено, размеров мало, поэтому заранее пишите, звоните, говорите, чтобы я их взял. Гидрокостюмы Умберто Пелизари тоже будут. Тоже будут по очень интересным премиальным скидкам. И что еще у меня будет? Еще у меня будут маски Сфера. Маски Аква Сфера Сфера, маски Аква Сфера и Лыкс в разных цветах и так далее. И я думаю, что я буду продавать их дешевле всех на выставке. Потому что сейчас у нее рекомендованная розница 2950-3515. У меня они будут там по 2000-2050 рублей. Приходите в гости, купите масочку, потому что это расходник. Все равно можем заодно там пообсуждать всякие разные штуки. Поехали дальше. Стенд D1.1. Компания Аква Сфера. В прошлом выпуске мы говорили о том, что они полностью обновили линейку гидрокостюмов, которая теперь называется Аква Сфера 2.0. И говорили о премиальных гидрокостюмах, так-сяк. И немножечко вскользь упомянули бюджетную версию. Именно по этой причине она самая продаваемая в мире под названием Аква Сфера Аква Скин. Докладываю вам то, что линейка гидрокостюмов Аква Сфера Аква Скин 2.0 перестала представлять собой один-единственный гидрокостюм. Теперь это полная линейка неопреновых аксессуаров, элементов снаряжения и так далее. Сейчас тут за спиной у меня можете все это увидеть. Аква Сфера Аква Скин представляет из себя следующая иерархия ассортимента. Это полный гидрокостюм Аква Сфера Аква Скин, укороченный гидрокостюм Аква Сфера Аква Скин Шорти. А это майка Аква Сфера Аква Скин. И это достаточно уникальный продукт. Сейчас фридайверы не очень интересны, а пловцы должны возбудиться, конечно, очень сильно. Это неопреновые шорты. Изготовлены из неопрена с технологией Аквадом. То есть это сотовый неопрен, который не превышая максимально разрешенную федерацию плавания в открытой воде толщиной в 5 мм, имеет сотовую структуру, за счет этого у него колоссальная совершенно плавучесть. В этих шортах ваше тело будет абсолютно горизонтально в воде, и вы можете там скользить, плыть, прям, ну, реально очень эффективно. И очень странно, что такая дорогая технология, как Аквадом, присущая обычно самым дорогим премиальным гидрокостюмам, теперь присутствует в бюджетном элементе снаряжения из линейки Аква Сфера Аква Скин. Поехали дальше. Примерно год назад, делая очередной какой-то выпуск агентства подводных новостей из Италии, из города Болони, с итальянского дайв-шоу Иуди Шоу, я рассказывал вам о премьере нового декомпрессиометра наручного компьютера Garmin Descent или Garmin MK1. И уже тогда я говорил, что сам факт появления на рынке декомпрессиометров нового игрока и появление там компьютера в формате не часов, а в формате смарт-часов и с аккумулятором перезаряжаемого, наверняка очень здорово, конечно, колыхнет индустрию, такую немножко застоявшуюся. Вот, пожалуйста, результат. Прошел всего год. И что мы видим? Мы видим то, что на рынке появилось сразу несколько достаточно интересных моделей компьютеров, наручных и иных, которые отличаются очень здорово чем. Во-первых, они все имеют не сменяемую батарейку, а аккумулятор, что, конечно, очень здорово удешевляет процесс владения компьютером. И, во-вторых, они, конечно, отличаются своей тотальной совершенно универсальностью. Начнем мы с Suunto. Стенд C1.1. Да, действительно, случилось чудо, и финская компания Suunto анонсировала новый прибор под названием Suunto D5. Это компьютер, полный декомпрессиометр в формате форм-факторе наручных часов. Да, он заряжаемый. Теперь не надо искать какие-то сервис-центры, барокамеры, унижаться перед какими-то сервисменами. Просто воскнул ее в USB-зарядку, зарядил и так далее. Вот. Это крутанские смарт-часы, смарт-вотч, с функциями полного декомпрессиометра, который работает для скуба-дайверов в режиме Air, в режиме Nitrox. Уровень Nitrox можно настраивать. И, опять же, у него там ботом таймер, фри гауч и фри дайвинг. Вот, максимальное нагружение 100 метров, цветной экран, ну и так далее. На самом деле информации пока крайне мало. Вот, у меня за спиной идет видео. Это видео, оно даже отсутствует на YouTube. Мне просто хорошие люди прислали его, буквально пересняв на мобильный телефон, с презентации этого прибора, который была там, ну, совсем не в России. Поэтому приходите на стенд компании Aquatex, посмотрите на новый Сунта. Я думаю, что это будет хороший прибор. Ну, надо, конечно, смотреть на цену, что там будет у него с ценой. Стенд D1.1. Компания Aqualung представила новую версию, да, к черту новую версию, новый компьютер под названием Aqualung i770R. R, литера, естественно, обозначает слово rechargeable, перезаряжаемый. По сути, это является, скажем так, более продвинутой версией предыдущего, такого весьма популярного технического компьютера под названием 750, у которого батарейка была не заряжаемая, просто сменяемая. 770-й. Ну, вместо того, чтобы сейчас вам что-то рассказывать, я доехал до Тетиса и снял небольшую интервьюшку. Вот она. Поставляется все вот в такой вот коробочке обычной, аквалунговской. Соответственно, сам прибор вот в таком вот кейсе, крепком, красивом. Что тут у нас еще? Ну, какие-то шнурочки тут всякие разные. Да, это интерфейс, я вижу. Ремень, потому что он может быть, как часовой ремень, могут быть резинки для сухих гидрокостюмов. Ну и, соответственно, софт и дата-кабель. Он же, собственно говоря, заряжалка. Давайте посмотрим на компьютер внимательнее, как оно у нас все вылезет тут. Ага, вот USB-интерфейс. Напомню, что ну, не все, подавляющее большинство компьютеров аквалунг, подразумевает отключение к аквалунгской же программе дайверлок. Возможность просматривать нырки, анализировать нырки, настраивать компьютеры, составлять планы погружений и хранить все, в общем-то, в облаке там, там всю вашу информацию. Вот так вот выглядит прибор. Сделан он очень надежно, очень здорово. Никаких скрипов нет, как можно видеть. Что можно сказать? Ремень нейлоновый, натовского типа, ну, то есть это это вечный ремень, прям конкретно вечный, это не сунта, который там рвется при первом чихе. Что можно сказать по поводу этого компьютера? В общем-то, по поводу предыдущих компьютеров там, ну, не то, чтобы были какие-то жалобы там, ну, там какие-то люди выражали недоумение по поводу того, что, наверное, там срок работы батареи мог бы быть и там и подольше. Сейчас, в общем-то, Аквалунг сделал большой очень шаг в сторону увеличения длительности автономности прибора. Значит, сейчас по заявлению производителя он способен работать в режиме там, самых сложных декомпрессионных расчетов до 30 часов включительно с 100% яркостью экрана. По поводу экрана, если у предыдущих моделей экран был LSD, то в этой модели экран TFT, он все так же цветной, но все так же высококонтрастный. Что еще? Воздух, четыре вида Nitrox, Free Gauge, ну, я про режимы сейчас говорю, он же Bottom Timer, ну, и, соответственно, режим Freedive. Ну, вряд ли какие-то Freedive будут себе покупать такую штуку отдельно, но если, в общем-то, вы любите из Куба дайвинг иногда по Freedive, этот прибор даст нам такую возможность. Что еще? В общем-то, обладает он возможностью беспроводной передачи данных, соответственно, может коннектиться с трансмиттером. В данном случае этот конкретный прибор, напомню, называется он Aqualong K770R, может коннектиться с четырьмя трансмиттерами одновременно, причем на каждой из трансмиттеров связь у него пожизненная. Не так, как у других приборов, которые ты включил, выключил, их надо знакомить заново, а этот работает постоянно. Вот, ну все, не буду я его больше расписывать, приходите на выставку, приходите на стенд компании Aqualong D1.1, сами все увидите, увидите этот прибор и всю прочую линейку приборов от компании Aqualong. До встречи на выставке. Стенд C2.1, компания DiveIndustria, давний достаточно такой дистрибьютор, который представляет огромный кластер, в общем-то, технодайверских брендов, плюс такого монстра, как ScubaPro, ну и там всякие разные такие интересные ништяки. Вот, зачем к ним стоит зайти на стенд в этот раз? Могу сказать, потому что у них есть две очень прикольные модели компьютеров. Обе модели предельно инновационные, обе модели разные, то есть, если одна модель в форм-факторе часов, то другая модель в таком форм-факторе, что я даже и не видел никогда таких, плюс они обе, конечно, аккумуляторные, плюс они обе программируемые, то есть, можно менять прошивки и так далее, и так далее, и обе эти модели, они, в общем-то, позволяют вам совершать как самые изощренные технические погружения на самых разных смесях, плюс на закрытом цикле, и обе эти модели поддерживают еще я и фридайвинг. Модель первая. Ширвотер Терик. Если вы технодайвер, который, в общем-то, хотел бы, наверное, демонстрировать всем то, что он технодайвер и на суше тоже, а сделать это можно как-то, либо вы должны ходить в каком-то сухом гидрокостюме, я не знаю, по ресторанам и по набережным, либо у вас должен быть крутанский какой-то технодайверский компьютер на руке. Ну, выбор-то невелик. Ширвотер Терик. Вот, это именно тот комп, который позволит вам действительно совершать самые изощренные технические погружения, рассчитывать модели, десатурации, по разным смесям и так далее, и так далее. Ну, я не буду про него сейчас очень много рассказывать, потому что из меня технодайвер, конечно, так себе, хотя, в общем-то, есть у меня все эти сертификации и так далее, все-таки, конечно, я стремлюсь как-то в сторону именно фридайвинга. Ну, извините, такой вот я родился. И следующая модель у нас от компании Dive Industries это компьютер Scuba Pro G-Hood. Сейчас вот идут фоточки из презентации из закрытой англоязычной видео, я, к сожалению, не нашел. Смысл этого компьютера в чем? Смысл этого компьютера в том, что он надевается на маску и проецирует вам на глаз изображение, которое, по сути, представляет из себя, как сформулировать, я даже немножко не понимаю. Ну, короче говоря, ваш глаз будет считаться что он видит достаточно большой монитор, но который расположен от вас в метре. Поэтому на нем можно разместить огромное количество информации. Вот. Это тот компьютер, который, в общем-то, по модели Буллмана считает насыщение и рассыщение ваших тканей азотом, позволяет использовать его в режиме Air, в режиме Nitrox до 100%, буквально, там, по кислороду, по смесям закрытый цикл ребризеры, апнея зачем-то. Я не знаю, если честно, я с огромным трудом представляю себе фридайвера, который будет в маске нырять с таким компьютером. Но, видимо, фридайвинг настолько какой-то мощный тренд, то, что игнорировать его не может никто, даже с Куба Про. Вот. И приходите на стенд компании Дайв Индустрия, вам там расскажут, покажут все значительно лучше, чем я. Ну, если честно, конечно, вот эту штуку я бы подержал в руках и, может быть, даже сделал бы с ней на ручках, потому что, ну, это, конечно, очень прикольно не смотреть на руку, а как-то так вот на маске, буквально в маске наблюдать, как у тебя бежит вся телеметрия. Если туда еще пульсы вывести, блин, наверное, было бы совсем прикольно. Поехали дальше. Что я хотел, наверное, вам еще сказать. Я уже не первый, не второй раз говорю о том, что все-таки мы погружаемся, конечно, там не ради рыбы, не ради цифр каких-то метров, еще чего-то, мы погружаемся ради эмоций. Эмоции – это та история, которая, конечно, она эманирует. Эмоции, они проникают через любые какие-то преграды и так далее, цепляют людей, вовлекают их в нашу какую-то вот эту вот экосферу, делают друзьями, делают врагами, трансформируют нас, мир, который нас окружает. Поэтому мы эмоции любим, ценим, получаем, и мы ими делимся. Поэтому нам нужно что? Нам нужно фото и видео. Переходим к разделу фото и видео. Не уходя далеко от стенда компании Daech Injustice спешу представить вам обновленную версию, наверное, самый, может быть, не самый популярный, не самый какой-то дорогой, не самый востребованный, но однозначно самой обсуждаемой подводной камерой под названием Paralens. Новая версия Paralens Plus. Это камера, которая изобретена дайверами для дайверов. Это камера, которая оптимизирована исключительно для подводной съемки. Смысл этого видоса в чем? Смысл этого видоса в том, чтобы продемонстрировать нам, что камера Paralens в силу своей компактности в силу своей компактности и какой-то колоссальной такой универсальность, одинаково хорошо подходит и для фридайвера, и для технического дайвера. Я думаю, что, может, даже украли эту идею у меня, когда мы для Квалунга ныряли в Орденскую пещеру фридайвера, технодайвера рядышком. Ладно, проехали. Дазонт Метер. Обновленная версия камеры Paralens Plus. Приходите, смотрите, потому что эта камера, она делает, конечно, очень интересные вещи. В числе прочего, она, обладая датчиком глубины, может изменять баланс белого в зависимости от того, на какую глубину вы погружаетесь и подстраивать спектр. Потому что все мы знаем, что красный спектр пропадает у нас самым первым. Она может все это менять и делать покрасивее. Плюс она может, конечно, очень круто снимать телеметрию, такую, как температура и глубина, и выводить ее на дисплей. Ну, точнее, там записывать ваш какой-то там 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 ПЕГ-4 или МОВ-файл, зависимости от того, в какой из них вы пишете. И все это очень круто. Можно потом замонтировать и для подводной охоты, и для дайвинга, и для всего остального. Ну, это здорово, на самом деле, чтобы не нужно было снимать свои часы, а прямо сразу на видосе оно все появлялось. Paralens Plus. Поехали дальше. Стенд E5.5. Случилось чудо. До нас доехал совершенно сногсшибательный итальянский бренд под названием Изотто. Ну, пишется и звучит он немножко не так, как та самая легендарная машина, но визуально все, конечно, очень здорово и очень схоже. Это компания, которая делает совершенно зуботребительные какие-то боксы для самых разных камер. и я не мог буквально отойти от экстенда, когда в Италии на Иудишо увидел их впервые. Это люди, которые очень-очень много работают там со светопроводящим окном, делают подсветку там по кругу объективов и так далее, и так далее. Ребята, придите, посмотрите, потому что, конечно, это продукты другого уровня. Компания Изотто, герметичные боксы для зеркалок, без зеркалок, компакт-камер и экшн-камер. И очень круто, что они все-таки до нас добрались, потому что это тот продукт, который мы должны хотя бы увидеть, чтобы понимать, к чему стоит стремиться. Настоятельно рекомендую всем людям, которые любят подводные фото и видео, на него обратить внимание. Закрывая тему фото и видео, стенд D7-1. Кто там у нас? Известная компания И4-бук Sony. Дорогая Sony, я так тебя люблю, потому что на твою старую, но такую, блин, удобную камеру Sony Nex 7, я снял все свои самые лучшие, короче говоря, подводные видосы. Понятно, что она была засунута в какой-то там дорогостоящий бокс наутикам с какими-то сферическими портами и так далее, и так далее. Sony, за твой класс компактных камер ты навсегда в моем пантеоне богов. Ребята, приходите на стенд Sony, посмотрите, у них есть новые экшн-камеры, новые камеры компакт-класса, новые какие-то там экстрим-камеры они делают, и так далее, и так далее. Я приду на Sony обязательно просто пожать руку и сказать ребятам спасибо. До встречи на выставке. С вами был Гаврилин Олег, канал Апнео Про и очередной выпуск, очередной, внеочередной выпуск агентства подводных новостей. Редактор субтитров А.Семкин